Билеты на спектакль предъявите кондуктору. Зрительские места занимайте в автобусе. В Нягонском Тюзе состоялась премьера, но не на сцене, а вне стен театра. Первый спектакль на колесах посмотрела и наша съемочная группа. Радио хорошее. В зрительном зале, а вместо него автобус, свободных мест нет. Гид и просто хороший собеседник, кондуктор Надежда. Скучать пассажирам не дает. Маршрут путешествия во времени длинный, но полон приятных сюрпризов. На каждой остановке разыгрывается настоящий спектакль. На первые зрители приглашают на свадьбу. В таком-то году был открыт зад на улице юбилейный номер такой-то. Здесь было зарегистрировано столько-то свадеб. Представление длится два с половиной часа. Антракта нет. Для променада выход из автобуса за посылками на самой первой и единственной почте в 70-е. Прогулка по вокзалу, дворам старых застроек, по берегу реки, где спецпереселенцы добывали рыбу для фронта. На лесной поляне увидели, как под звуки бубна камлайт шаман. Зрителю интересно, для актеров Нягонского тюза это совершенно новый формат. Здесь у меня очень много импровизации. И этим сложно. Я все время как в кино. То есть камера всегда на меня направлена, все всегда на меня смотрят. Я живу каждую секунду, пока не закончится наше путешествие. И этим сложно. Потому что в спектакле ты вышел, отыграл и ушел. А здесь я живу все время. Во-первых, вот это непосредственное общение с артистами. Это непосредственное общение с городом, с традициями. Мы все это посмотрели, все это на себе, так сказать, почувствовали. Сценарий и музыка написаны московской командой театра эскизы в пространстве. По страницам книг, краеведения, по рассказам заготовителей леса, первопроходцев, нефтяников, первостроителей. Сцены – исторические уголки города. Костюмы соответствуют моде времен, затронутых сюжетами. Мировая практика давно уже делает все специфик-проекты, много-много спектаклей. И у нас уже в России, наверное, лет 15 уже практикуют художники всех дисциплин. И танцевальные, и музыкальные спектакли, и всевозможные спектакли в наушниках. В Нягоне, да и в Югре спектакль «Променад» прошел впервые. Второй показ состоится в августе. Его посвятят 36-му дню рождения города. В необычное путешествие любители театрального искусства смогут отправиться в любое время года. Чтобы школьники изучали уроки истории не только по учебникам, постановку «Знакомьтесь, Нягонь» планируют адаптировать и под детей. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Егория, Нягонь.